Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Мир Дэнди». Сегодня вас ждет огромное количество сюрпризов, новая рубрика, ну а так, все как обычно, интересные компьютерные игры. Найди свою игру, компьютерная приставка, видеоигра, карты, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик в магазине «Дом Дэнди». Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. «Дом Дэнди» 47, 41, 96. Богдана Хмельницкого 33. Богдана Хмельницкого 33. Уга-буга. А чтобы понять, что означает эта фраза, всего лишь посмотрите игру. Если говорить об этой игре как о бэкшене, то можно слегка ошибиться. Мне кажется, что точнее будет определить ее как без матча, причем онлайновый. Но зная наших российских геймеров и нашу связь, можно сказать, что мало кто играет в Dreamcast по интернету. Так что нам придется довольствоваться только одиночной игрой. Хотя и это придется по душе не каждому. Что же в общих чертах представляет из себя Уга-буга? Концепция игры очень проста. На островах проводится игра баригенов. Чтобы вам в них победить, нужно набрать максимальное количество очков, которые даются за избиение ваших оппонентов. Угу! 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 Как вы видите, все очень просто. Другое дело, как все это выглядит. Представьте себе файтинг на трехмерной арене с применением в бою всех подручных средств, маги и диких животных. Добавьте сюда дикого безумия, и вы все равно ничего не поймете. Нужно всего лишь поиграть. Через пару минут вас уже невозможно будет вытащить из-за телевизора. В игре более 40 уровней, половина из которых служит чем-то против тренировки. Но поверьте, эти уровни что-то наподобие арен в том же Теккене. Каждый со своими географическими особенностями, флорой и фауной. А сам игровой процесс всегда разный, и вряд ли когда-нибудь наскучен. Уга-Буга создана для любителей коллективного веселья. Вот они-то ее и оценят. А теперь игровые новости. В нашей программе появилась новая рубрика и новая платформа. Это Sony PlayStation 2. Встречайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В эфире хит-парад Мира Дэнди. Давненько в нашей передаче не было местного чарта, или другими словами говоря, калининградского хит-парада. Мы посвящались и решили преподнести вам десяточку лучших игр на Sony PlayStation. Итак, смотрите. Как всегда, начнем с 10-го места. Его с трудом удерживает очередное продолжение самой известной боевой гонки, Twisted Metal 5. Хотя классическая версия второй части все равно превосходит свой новый аналог. Counter-Strike, Delta Force. Знаменитые игры, посвященные американскому спецназу. Игра Special Ops 3 продолжает серию про этих удалых боевиков. Все разворачивается по обычному сценарию. Мы хорошие, террористы плохие. Но кто победит, зависит только от вас. На восьмом месте Ship Rider. Игра посвящается любителям сельской местности и живности. Овцы становятся основной ценностью, а ваша задача потешить жадного до мяса койота. Удачной кражи вам, господа геймеры. Седьмое место удерживает единственная спортивная игра сегодняшней десятки FIFA 2002. И если вы не сможете попасть на предстоящий чемпионат мира по футболу, то эта игра без проблем перенесет вас в удивительный мир футбольных баталий. Разум охвачен ужасом. И только стук вашего сердца составляет вам компанию. Наверное, именно эта идея вдохновила программистов на создание мультимедийного ужаса Alone in the Dark 4. Как вы думаете, что общего между журналистом Питером Паркером и знаменитым супергероем Спайдерменом? Не знаете? А зря. Ведь это один и тот же человек. Он вернулся, чтобы остановить своего смертельного врага-электрошокера. Планета Земля. Далекое будущее. Эпоха техногенного кошмара наступила. Киборги стали основной ударной силой. Что может противостоять им? Новый прототип кибернетического организма С-12. Эта боевая мощь способна разрушить планету. И грянул электронный апокалипсис. Тройку лидеров открывает еще одно продолжение. Но уже не боевой гонки, а кое-чего покруче. Это шпионский супер-боевик, вторая часть которого набила нам оскомину. Сайфон Фильтр 3. С возвращением Логан. За второе место своей волшебной палочкой зацепился молодой волшебник Гарри Поттер. Магия изменила его жизнь. Так же, как изменит и вашу, если вы покрузитесь в эту волшебную игру. И, наконец, победитель нашего калининградского хит-парада. История древней империи Атлантида. Вы очутитесь в удивительной стране-легенде. Стране, исчезнувшей несколько тысячелетий назад. И появившейся словно сказочный сон. Окунитесь в мир незабываемых приключений. Давайте на время забудем про все наши мощные компьютеры. Протрите же форсы и гигагерцовые процессоры. И вспомним, какие игры были популярны где-то в начале 90-х годов. Конечно же, это были аркады. И наша сегодняшняя игра — подтверждение тому, что про них еще не забыли. Солярис. Да, я даже и не знаю, что сказать. Почему-то сразу вспоминается старая добрая Дэнди со своими многочисленными аркадами. Но мы, погрузившись в эру мощных процессоров и полного 3D, мы совершенно забыли, что существуют игры подобного плана. А зря. Ведь иногда, в статах масштабных стратегических решений и очередных миссий по спасению человечества, хочется отдохнуть от всего этого, и тогда вспоминаешь о таком произведении классики, как Солярис. Что ж, зажимаем контрол для непроизвольного испускания огня в все стороны и уворачиваемся от вражеских выстрелов. Как всегда, нас ждет тысячи противников, огромные боссы, куча призов и все это под приятную и красивую графику. Нужно, конечно, продолжать рассказ, но поверьте, все, что возможно сказать про Солярис, вы видите на экране. Не стоит отворачиваться от игры только потому, что она является двухмерной стрелялкой. Отбросьте все предупреждения и поиграйте. Удовольствие гарантировано. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картидж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик. В магазине Дом Дэнди. Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау. Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. Дом Дэнди. 47-41-96. Богдана Камельницкого, 33. Ну что, ребят, что говорить будем? Ну как всегда, как всегда, ребята. Ну вот эта программа зашла к концу. Да, очень грустно с нами расставаться, как всегда. Как всегда. Что, расставаться с ними и вы с нами. Они с нами и мы с ними. Да, вдвойне. Но будьте уверены, ровно через неделю мы вновь с вами встретимся. В вашей люб... И в нашей тоже. И в вашей любилой передаче. Мир Дэнди. До новых встреч, друзья. За следующий шаг. За следующий шаг. За следующий шаг. Мир Дэнди. Мир Дэнди. Мы снова с тобой. Дэнди. Дэнди. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok